Всем привет, с вами Балканский Бомж, и сегодня я вещаю прямо со знаменитой стены Трампа. Да, как вы можете видеть за моей спиной, в Тихуане вы можете подойти вплотную к стене. Да не просто подойти вплотную к стене, вы можете сунуть туда руку. Так что часть моей руки сейчас находится в стране свободы, тогда как весь остальной я нахожусь в Мексике. Хотя в каком-то смысле в Мексике свободы еще больше. А нахожусь я на Тихуанском пляже. Вот такая вот здесь красота. Да, чудесно. Ветер немножечко портит мне причесочку, но это ничего страшного. Народ фотографируется в воде, но вода на самом деле очень холодная. Пойдем от стены обратно. К стене подходить тут можно, никто особо не следит. Вот купаться, кстати, нельзя. Украл я идею ролика у Германа, привет которому, и ссылочка в описании. Да, у него, конечно, не Тихуанский пляж, у него был пляж в Черногории, но так как мы не в Черногории, а в Тихуане придется показывать наш ледовитый океан. Вот, когда я ходил сюда с Сережей, он хотел тут искупаться и доплыть до края стены. Нам же это сделать не дали. То есть сразу подъехали какие-то люди. Ну как нам, Сереже? Я-то не могу особо плавать, так как вы, наверное, знаете, что я до сих пор слегка инвалид. Хотя на первый взгляд это уже незаметно, это очень классно. Это меня очень радует, потому что я комплексую из-за этого. Такие вот чудесные люди, которые купаются. А мы идем назад, мы идем домой. Кстати, хотите посмотреть, какие же здания здесь на первой линии расположены? А вот такие. Вот такие вот здания. Вот это бы все, конечно, снести и построить что-нибудь приличное. Все-таки все это находится не то, что в пешей доступности. Нет, кстати, на самом деле не в пешей, пока он переход не так близко. Но все это находится просто вот, вот стена. Вот она, вот, 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 вот. Сразу за ней Америка. То есть от меня, от места, где я стою, где-то 50 метров. Может 70. Да, Америки. И здесь вот такая жопа, прошу прощения. Но по-другому это назвать сложно. Здесь живет народ на пляже, живут бомжи, живут иммигранты нелегальные, и легальные. Легальные вряд ли, конечно. Никому не советую. И вот такие вот полуразрушенные здания. Я бы даже сказал, трущобы. Ну вот. А с другой стороны красивый, прекрасный, тихий океан. Хотя порой кажется, что он ледовитый, а не тихий. Чаечки стоят. Чаечки, кстати, спокойно летают через границу. У них документы никто не проверяет. В детеншн не сажает. И вообще молодцы. Чаечки, молодцы. Да, становитесь чаечкой. Вот совет всем желающим приехать в США. Станьте чайкой. И все дороги будут для вас открыты. У нас тут ездят спасатели. На самом деле эти спасатели, они не спасатели, они скорее пограничники. Так как вот спасатели к нам как раз и приезжали. Когда Сережа хотел там проплыть, сразу сказали, здесь большие волны, здесь плавать нельзя. Но как только Сережа спросил, а вот там слева можно, чуть в сторону Мексики, там можно. То есть в Мексике волны маленькие, около стены волны большие. Около стены плавать нельзя. Помните об этом. Чудесные, прекрасные чайки. Практически не боятся людей. Полетели, полетели в Америку. Полетели, полетели, полетели. Нет, не долетели до Америки. Почему-то решили остаться здесь. Сегодня чайки вот решили остаться в Мексике почему-то. Давайте снимем вам этих пограничников, маскирующихся под спасателей. Вот, они нам машут руками. Так что, если вы пытаетесь перелезть через стену, то они вас поймают сразу и снимут. Погода чудесная, уходить с пляжа не хочется. Если вы окажетесь в Тихуане, обязательно сходите на пляж. Здесь чудесно, здесь восхитительная природа. Здесь красиво, здесь различные птицы. Кстати, не только чайки. Вот, посмотрите, какие-то птицы есть интересные. Вот они бегут от меня, они меня несколько боятся. Похожи на маленьких цапелек. Посмотрите, какой у них длинный-длинный клюв. Длинные клювики у них. Классные птицы. Интересно, какую живность морскую они там едят, эти длинноклювы. Интересно, они водоплавающие или они водоходящие? Ой-ой-ой, волна набегает. Ой, вот что-нибудь тут нашло ведь. Заметьте сегодня, какая у меня чудесная футболка. Скажем, нет серым футболкам. Сегодня у меня футболка All I Want For Christmas. И это, конечно, чудесная, замечательная белая капибара. Почему-то многие те, кто едут в Тихуану, те, кто едут пересекать границу, они не обращают внимания на красоты самой Тихуаны. А здесь, поверьте, есть на что посмотреть. Причем не только в самой Тихуане, еще и в окрестностях. Обязательно съездите на пляж. Съездите в Розарита, съездите в Инсенаду. Хотя поговаривают, особенно мой нынешний оператор, поговаривает, что там дыра. Мой оператор ездил туда на круизе из Лос-Анджелеса. Ну, я пока не имею такой возможности. Давайте посмотрим, что можно купить. Все радуются, все веселятся, всем хорошо. А вот, смотрите. Смотрите, эти ребята, они купаются. Несмотря на то, что море весьма и весьма холодное, народ как-то купается. Да, купаются, загорают, играют музыку. Вот тот дядька что-то продает. Не вижу отсюда, что он продает, но что-то продает. Причем очень интересно, загорают под зонтиками. Я не совсем понимаю, в чем прикол загорать под зонтиком. Тем более, в Тиньке здесь довольно прохладно, так как с моря дует холодный ветер. А вон там, вон, как вы видите, люди живут. Вот этим вот настилом деревянным. По песочку мне немножко тяжело ходить, потому что песочек это... Ну, он мягкий, конечно, но это не вполне ровная поверхность. И ноги мои по нему пока еще не научились нормально ходить. Ну, я думаю, когда-нибудь я научусь. Кроссовки сушатся, конечно. Что же еще должно быть на пляже? Только сушащиеся кроссовки. Это мечта каждого посетителя пляжа. Без них как бы пляж не пляж. Все знают об этом. У нас наступает лето с мемильными шагами. Хотя сегодня прохладно. Сегодня плюс 22 градуса. У моря и того холоднее. Поэтому многие сидят в куртках, особенно те, которые предпочитают сидеть в Тиньке. В Тиньке уж явно в куртках надо. На солнышке, конечно, хорошо, даже немножечко. Да, если быстро идти, то можно немножко припотеть. Но еще если быть таким же жирным, как я. Потому что я после травмы набрал килограмм, наверное, 15-20. А после Камбоджи я набрал килограмм 30, наверное. Кафе Деуэ. Он здесь стоит 30 песо. А здесь вот, в этом чудесно маленьком кувшинчике, вот так вот открывающемся, здесь молоко. Кафе Деуэ здесь просто восхитительный. Значительно лучше, чем я дома делаю. Если я правильно понимаю, они в него добавляют корицу. Специальный их сахар. И что-то еще. А вот что именно еще, я не знаю. Поэтому у меня не получается изготовить такой же чудесный кофе самостоятельно. Возможно, карта врет. И Тихуана находится где-то на севере. Так как, несмотря на то, что в самом городе тут тепло, океан всегда остается холодным. Даже в летнее время. Насколько я знаю, температура воды не поднимается выше 20-22 градусов. Это, согласитесь, холодно. Прикол Кафе Деуэ в том, что его, во-первых, его доливают. Во-вторых, он тут прям вот очень хороший. Ну и в-третьих, он стоит 3 копейки. Он стоит, если я не ошибаюсь, 30 песо, что есть 1,5 доллара. Вообще, это заведение было для меня находкой. Я как-то раз с утра просто хотел позавтракать. И не хотел идти в те места, где я уже был. И плюс хотел сходить на пляж. И тут я приехал на маршрутке на пляж. Решил зайти просто в первое попавшееся заведение. Это было самым близким к дороге. Самым близким открытым, извиняюсь. Там была еще одна сушильня. Не где сушат, а где суши делают. Но сушильня была закрыта. Ну и как-то я не знаю. Я пока не доверяю тихуанским сушильням. Хотя, хотя, возможно, я пока их не распробовал. В будущем хожу по ним. Расскажу вам, если найду что-то хорошее. Что вы должны попробовать в Мексике. Это дое. Раз, тортия, суп, два. Все еще ждем еду. Уже минут 10 ее ждем. Я думаю, что еда скоро подойдет. Как вы думаете, что будет раньше? Суп или энчелады? Я вчера ходил в магазин. Просто в супермаркет недалеко от дома. Не такую местную лавочку. А обычный сетевой супермаркет. Называется Калимакс. Крупная сеть. Ну, это как бы достаточно дешевый магазин. Есть всякие там Вомарты и так далее. А это совсем такой простой супермаркет. Вот типа магнитов или пятерочек в России. И мне нужна была овсяная каша. Так как на завтрак я обычно ем овсяную кашу. Так вы представьте себе. Во сколько же мне обошлась овсяная каша? Причем это не органик, не с какими-то добавками. Это вот просто хлопья овсяные. То есть без сухофруктов, без орехов. Не органик, ничего такого. Один девятнадцать килограмма. Мне обошлись в сто-два песо. Это пять долларов и десять центов американских. Мне кажется, что это несколько дорого за овсяные хлопья. Да, я понимаю, что обычные мексиканцы не едят овсяную кашу на завтрак. Или едят. Да нет, они такосы всегда едят, конечно. Какую овсяную кашу. Шучу, конечно, про такосы. Ну хотя, как шучу. Такосы тоже едят. Едят омлетик они на завтрак. Да. Овсяную кашу я вот ем на завтрак. И она стоит пять-десять за кило сто девяносто грамм. Нифига себе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас стоит каша. Я думаю, что... Причем самая обычная. То есть вот-вот самая обычная. Ни органик, ни там с орехами, никаких этих прибамбасов, никаких стеклянных банок. Обычная картонная вот упаковка. Вот такой вот чудесный вид. Но никто не купается, заметьте. Купаться слишком холодно. Несмотря на то, что на улице плюс 22 градуса. Вовсю сияет солнышко. Но океан холоден и ледовит. Как сказал бы дедушка Элс, он мёрз. Не могу я это произнести. Сложно. К логопеду пора. Некоторые подписчики в комментариях, кстати, пишут, что мне пора к логопеду. Посмотрите, какие у нас настроения вокруг пляжа. Здесь где-то метров 300 до Америки. Здесь у нас на первой линии от моря с видом на Тихий океан, на широкий пляж. Такие чудесные строения. Вот это, кстати, ресторан. Если хотите, можем в следующий раз туда сходить. Но для этого надо попросить меня в комментариях, конечно. Ну, а также ресторан стоит денег. Если вы скинете донат и напишите «Дэр ресторан», то обязательно схожу. Вот если просто попросите в комментариях, то не гарантирую, потому что пищевые, так сказать, видосики смотрят не так хорошо. Главное, если вы едете на пляж в Тихуане, приезжайте сюда не в выходные дни. В выходные дни здесь толпа. Мало того, что толпа, мексиканцы любят играть музыку, таким образом зарабатывать, продавать всякую фигню. Но даже сейчас продается много всякой фигни. Ну, как бы продается в выходные дни вся та же фигня. То есть всякие гады морские, гады наземные, всякие фрукты, которые испортили чили соусом и так далее. Так вот, это все то же самое продается, только в три раза больше. То есть ассортимент тот же, а лавок больше. Мутка спасателей, спасателей не видно, а видна куча мусора. В Тихуане, где ничего нормально не растет, где одни кактусы, Вот такие вот чудесные, красивые цветы растут около моря. А вот какой-то чувак строит себе убежище. Строит себе палатку. Программа «Доступное жилье». А вон там слева, наверное, его друг лежит и спит. Давайте не будем мешать человеку, а то сейчас увидит камеру, засмущается. Уходит прямо в океан. Здесь вот летают чаечки. Чаечкам, в отличие от нас, можно через нее перелетать. Но они тоже, видите, не рискуют. Хотя, вон, пытаются, пытаются, но, видите, ветром, ветром свободы их сносит обратно в Мексику. Вот одна наиболее дерзкая пересекла стену, но ее тоже назад снесло. Правая одна, слева другая поменьше. И кого знает, видно их или нет, не вполне уверен, но надеюсь, что видно. Деются на солнышке, живут они, видимо, в этих камнях. Очень хорошая жизнь белки в этих камнях. Видите, они сразу ко мне подскочили. Они, наверное, думают, что я им сейчас что-нибудь кину, а у меня ничего нету, простите, белки. Давайте в следующий раз надо принести им какие-нибудь решки, чтобы белки были счастливы. Тогда, может быть, они даже придут ко мне на руки. Не знаю, посмотрим. О, кстати, кстати, кстати. Вон там американские пограничники носятся. Даже не один, даже два. Вот, смотрите, возможно, вам их видно. Слушайте, ну шикарная работа. Я тоже хочу работать американским пограничником на квадроцикле, носиться по песку вдоль стены. Кстати, если вы достаточно худ, если вы шириной вот в мою ладошку, ну вот, в принципе, она проходит вот здесь, то вы можете даже пролезть здесь. Но не рекомендую. Сразу же вас задержат. Вон там вдалеке, вдалеке виднеется город Сан-Диего. Классный дом. Хочу вот такой дом. Единственное, что я не хочу, чтобы перед моими окнами ходила толпа людей. Это мне, конечно, не понравилось, а дом классный. Но я думаю, что аренда такого дома не меньше двух тысяч будет, а то и три. Тем более, они как бы отдельно стоящие эти дома, но красивые. Черепичная крыша, пальмы во дворе, двор маленький, но у меня машины нет, мне большой не нужен. Такой дом был бы очень круто. Такой дом я бы, конечно, себе хотел, но... Да, я не знаю, как 100 долларов заработать, я не знаю, как 10 долларов заработать. А восхотел тут себе дом за три тысячи в месяц. Я-то ведь не считаю коммунальных услуг еще. Видите, как чудесная, не знаю, что это такое. Наверное, это можжевельник. Божжевельник. Или туя. Строительство дорог или ремонт коммуникаций. Не знаю, чем они занимаются по-мексикански. Сидят, отдыхают, по телефону болтают.